Ну что, всех приветствую. Начинаем новый влог. Сейчас режу индейку. Хочу поставить на жарку 15 минут. Потом добавлю грибы. Опята мама набрала. Уже они отварные. Все. Морковку. И буду в мультиварку все тушить. У меня, знаешь, еще проблема с мультиваркой? Ей уже много лет. Она 2012 года. И постоянно не включается дисплей. Надо 20 минут стоять. Короче, скоро мне менять мультиварку. Смарки. Вот. Смарки каждый день. Сейчас нарезаю филе индейки. Так что сейчас будем готовить. Сейчас хочу дать. Вот смотрите, как она ест индейку. Она привередливая. Если мясо плохое, она не ест. Для нее постилка. Она около здесь спит. У меня просто в тени старый дом. В тени печка. Она вот греется. Так спит на комоде. Ну что, вкусно, да, Буль? Видите, с удовольствием ест индейку. Креветки любит. Мы редко едим. Креветки она обожает просто кушать. Свининку кушает. Фарш. Насколько не ест, она вот такая худенькая у нас. Да? Ну чего, вкусно? Кушай. Кусик мой. Да, какая вкусняшка. А еще посмотрите сериал «Фитнес». Рекомендую его. Он идет. Телеканал «Супер». Если вы еще в телевизоре не настроили, у нас есть телеканал «Супер». Очень смешной, прикольный, юморной. Так, девушка пытается похудеть. 90-100 килограмм. И работает в фитнес-центре. Очень прикольный. Ржачный сериал. Просто рекомендую. 15 минут. Она выделила очень много сока. Я все это слила. Сейчас добавила морковку. Еще на 15 минут поставила жарки. И вот сейчас буду грибочек еще добавлять. А потом поставлю тушение, чтобы немножко так вот подрумянилось. На грибочке, видите, сколько набрала. Я все не буду использовать. О, какая кастрюлька. Все, добавила. Пусть жарится тогда. Отвар вырис. Киндейки с грибами и сморковкой. Все, рис готов. Сейчас закрою крышку, он дойдет. Постирала мамину верхнюю одежду. И жилетку ее. Вот. Обостирайте куртки, жилетки. Если вы постоянно, например, месяц носите, какую-нибудь куртку стираете, мы всегда стираем ее. Могу даже две недели поносить и сразу стирать. Потому что я думаю, что такую тонкую она не оденет. Это уже на весну. Так что уже ночью минус. Утром плюс три, а днем восемь-деять градусов. Спи, спи, Кусть. Ты же спишь, Лангт. Спи, спи. Спи. Вот так получилось. Так что приятного аппетита мужу. И кто сейчас кушает, тоже приятного аппетита. Типа как здоровое питание. Какая прелесть тут лежит, а? Да, встреча, встреча, встречай, встречай, встречай. Мамка пришла. Все. Всем доброе утро. Сейчас пойдут собаки, подойдут дети. У меня с глазами, подойдет давление. Меняется он. Так как? Вообще. Метеозависимый человек. Пока дни прекратится, все нормально. Часто дни будет вообще от вас. Кусть, давай. Кусть, давай, 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 давай. Гуляем, гуляем, гуляем. Смотрите, какая красота. Да? Целый ковер. Вот так. Хос поджимаем и все. Наши тепленькие надо одевать. Записывай, да как это не хотим. Гуляем ничем. Давай, давай, давай. Ну? Кусть. Организм долго терпеть не будет. Давай. Ну? Видите, ничего не делает. Ходит жопу, поджимает и все. Будет терпеть до двух часов. У вас собаки тоже вредные, а у нас вредные. Расскажи, а на пеленку мы не какаем. Да, Кусть? Кусть, иди сюда. Кусть, иди сюда. Иди сюда. Иди. Смотрите, как мило кто-то оставил. Кому-то настроение, понимаю. Друзья, ты будешь дела делать или нет? Ну что, мы не покакали, мы вредничаем, ходим, да? Мы вредничаем. Мы, какашка у нас лезет, но мы стесняемся. Все, на улице. Будем терпеть до четырех часов. Или на полу найдем, да, скажи? Вот такие мы. У вас собаки тоже вредные? Писы-то мы писы. А какать? Ой, когда плюс три утром? Нет, это не наше. А в подъезде они не разрешают. Смотрите, солнышко выглянуло. Красота какая. Листья, вот тут береза осталась. Так ясень себе осыпалась клем. Какой ясень и береза осталась. Тробка, как всегда, у нас к третьему кольцу. Стоянка, забитая битком. Вот здесь, где сейчас вы видите стоянка, будет в следующем году выиграют тендер. Будут копать, ну, подреноваться дом. Семнадцать этажей. Вот, и вот эти карманы, вот эти вот, все уберут. У нас постоянно под окнами здесь. То ремонтируют, то тусовки. Вообще невозможно иногда спрятаться с копейки. Да, вообще. Сейчас буду завтракать обычный кофе без молока. И хачапури половинку. А то надо есть. Мама булок, всякий. Спарина купила. Половинку съем. Ну, что могу сказать. Хачапури невкусно. Хачапури делают из славяного теста. Сами знаете, какая-то. Как будто взяли лепешку, натерли, знаете, что? Сыр, майонез, яйцо и чеснок. И сверху это все запекли. Это лепешка. Это просто не хачапури. Не рекомендую. И сегодня будет резкое атмосферное давление. Сейчас утром семьсот пятьдесят три. Вечером будет семьсот сорок шесть. А во вторник или среду семьсот... Нет, семьсот сорок шесть сегодня будет. Какой-то день будет семьсот тридцать шесть. Так что крепитесь, метеозависимые. Собираем уже на работу. Два бутерброда таких. Один с мясом и йогурт. Больше он ничего не хочет. Так что вот так. И фольгу сейчас заверну это все. Давай, давай, идти на работу. Ждем в шесть север утра. Ты словом, ну, а здесь булик лежит. Что надо делать, непонятно. День часов вечера. Да, ревнуешься я, ревнуешься. Что она тут делает, непонятно. Да, скажи. Что она тут пришла делать, непонятно. Решила заварить вот такой имбирный чай. У меня подруга привозила. И из Гоа очень хороший, классный. Здесь есть такой еще зеленый. Сейчас буду заваривать. За окном идет дождик. Видите, все мокрое, сегодня такая измерясь. Вон, что-то капает. Ждем снега. Должен снег. А там все стройка. Стройка, стройка. Вот, решили заказать на ДНС более-менее дешевые мультиварки. За 355 литров 16 программ сейчас нагрузится. Сейчас она загрузится. Вот. На Реймонде такая стоит 4,700. Видео 4000. Дорадо все 4000. На Юлия на Авито не стала брать, потому что рискованно. Сейчас покажу. Вот она вот так. Смотрите, это мультиварка. Сейчас долго грузится на сайт. Вот так она. Ты даже себе не можешь представить, что-то другое. Ну, вот и в субботу мы ее заберем. Снова. 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 Мультиварки, если будете покупать, берите только Реймонд. Самое лучшее. Нет, к ней же есть, конечно же, и аксессуары. Сейчас покажу вам. Вот. Критюрницу, крышку. Но у нас есть баночки. Если ее угол делать. За 3000 я считаю нормально. И отличные... Сейчас. Хорошего отзыва. Об этой мультиварке. Путин Наги пишет. 4,6 рейтингов. Вилберис, не берите, там бракованная. Помятые мультиварки. Вилберис продают. И на Озоне тоже вроде бракованная. Ну, посмотрим. Обычно, как у нас. Соня, у мужа. Две сосиски молочные, малахов. Капустка, ну вот, Сашана. И макароны Борилла. Все. Вот. Огурчики соленые не захотел. Едим, как все, обычные. Сосиски, котлеты, мясо. Мы не питаемся особо таким дикатесом. Новый день. Вот это вот кофе. У нас слабовато. Я решила вчера купить. Мы вот это посильнее высыпать. Сейчас будет Джордин. Нам очень нравится кофе. Еще нам нравится Паулик. Очень классная. И бывает, когда лавация по акции. Ну, какие-то такие. Жекеи, черной карты не берите. Это совсем ужасно кофе. Вот. Вот такой получается ароматный кофе. От Джордин. И, ну, вы знаете, это кофевак. Китфорд. Вспениватель молока. Ну, можно купить, который, вот, венчик продается в фикс-прайсе. Вот стоит вам 200 рублей, что для Алиэкспресс заказать. Тоже хорошо вспенимый. Так, сегодня у нас 24 октября. Надо передать показания электричества. Вы как передаете показания через госуслуги? Или письменно пишете, или звоните там показания воды. Мы все электронно передаем. И еще надо будет позвонить бабушке, ей 80 лет, тоже передать показания электричества. А воды ей передают, там соседка относит. Интересно, как вы передаете. Свои показания обязательно видите. Мы ведем отдельный блокнотик за несколько лет. Тут пишем, сколько сейчас стоит. Видите, было 135, уже 166. Только не надо писать, у вас много электричества. Мы готовы платить. У нас днем горит свет. Потому что сейчас вот темнотища. Больше света стали использовать. И по воде я тоже. Веду отдельный блокнот. Электронная это электронная. Электронная полетит куда-нибудь, а на бумажке это на бумажке. Вот такой у меня кавардак на кровати. Надо, короче, будет все сейчас постельное белье поменять, сложить. Сложить диван. Потому что сегодня у меня муж днем работает. Мне очень понравилось это одеяло. Очень теплое в Ашане. Я могу рекомендовать. Оно из овечки. Очень теплое, хорошее. И собака здесь. Видите, вот такие строят домики. Так что надо диван собирать. Все поменяла себе. Вот такой комплект с Аккурой. Я иногда муж такой бледненько-розовый. Иногда из разного беру комплектов. Когда одно и то же надоедает. Вот. И мы такой, одно и такой. Вот. Сейчас это надо убрать. И собрать диван. Все чистенько, все аккуратно. И много места. Так вот. Сейчас будем варить куриный суп. Ну, кожу я снимаю. Ставлю варить. Когда первый раз закипит, этот бульон сливаю. Потому что так говорят тоже. Сами знаете, везде курицу сейчас накачивают. Все что угодно можете. И отдельно варю вермишель. Отдельно. У нас остается в супе только курица, зелень, можно соль. И морковка нарезанная. Все. Меня муж так всегда просит варить. Чтоб не каша-малаша была. Вермишель отдельно. Так у него мама варит. И бабушка. Мелко нарубила морковку. Так. Варится курица. И ждем, когда закипит вода, чтоб вермишель отварить. Пела. Первый бульон я сливаю. И ставлю варить дальше. И сейчас макарон уже почти готов. Все. Макарошки отварены. И потом, просто когда вы разогреваете суп. Когда он разогрелся, налили. Кидайте макарошки. И у вас не будет каши в супе. Вот сейчас вторая партия, как он закипит. Бульон. И мама попозже отварит. Ну, кусочки нарежет. Говяжье сердце. Для собаки. Ну, это на вечер ей. Нет, не на один раз. Там на несколько раз. Вы не думаете, что он такой кусок. Ест. Ой. Еще я рекомендую вам посмотреть. Звоните Ди Каприо. Вот этот сериал. Он на ТНТ платный. Ну, там. Канал тут. Очень прикольно. Александр Крепров. Классно себя. Ну, что, второй раз он закипел. Добавила ложку соли, лавровый лист и перец горошком. Сейчас потише сделаю. Пусть еще поварится минут 20. Так, достали курицу. Пусть она остывает. Вот этими щипцами из фикс-прайса. И сейчас кидаем морковь, какую зелень. Пусть варится. 5-10 минут. Пусть курица остынет. Потом будем разделать. Нарезали зелень. Кидаем курицу пока остывает еще. Курицу у меня отразили для кошки. Видите, я уже плавно в сутки, но еще для собаки надо нарезать еду. И кто около меня здесь троится курицу просит? Куриная душа, да? Вон, видите, просит, да? Курочка, да. Сейчас она остынет, будешь кушать. Да. Курочку, креветки, для нас это святое, да? Вон, видите, просит. Она стала. Подожди, сейчас остынет, я тебе дам. Она может на стол прыгнуть вообще. Сейчас дам. Так, ну это для собаки. Я ничего не буду. Болгарский перец не буду добавлять, потому что он сейчас одну курицу съест. И все. Вот выкинуть надо. Кусочки я тоже выкинула. Да? Ты хочешь, да? Ой, ой, как я хочу курятину. Ну, на, на, на. Все, курица, что для кошки, для собаки, это святое. Но часто ее нельзя, надо менять рацион. Печенку давать, индейку. Ну, нельзя ни свинину, ни сосиски, ни колбасу. Вот, рис, гречку можно. Вот, посмотрите, посмотрите. Смотрите, две щеки уметают, да? И булик половину уже съела. Курица. Вот. Все что? Или горячее? Ну, подожди. Вот. Ну, суп почти, видите, уже готов. Сварилась зелень, морковка. Только проверить, чтобы он подсоленный был. И никаких не надо кубиков магии. Это очень вредно. Там одни соли. Лучше натуральные все. Стирать надо маминой все. Но он такой зимний, более цуховик. Наверное, на минус 2, до минус 10 пойдет. Вот, мех она отстегнула. Кручь надо постирать, потому что тут немножко карманов. Вот, ну, сами видите, немножко грязноватый. Где-то рукав там, пятно я видела. Вот, видите? Просто, ну, простирнуть надо. Хоть пишут, что там надо вручную. Но, я думаю, вот. Что-то такое здесь. Надо почистить. Ну, к зиме быть готовы, чтобы, если что, мало ли морозы. У нас в любой момент могут прийти. Вот, так что сейчас меха на отстегнула. Мы сейчас отправим стирочку. Пуховичок. Все, миска пустая. Наелся, любишь курочку? Кому спасибо, надо сказать. Да-да, конечно. Вот. А еще нам надо вообще... Ой-ой-ой. Куся, не мешай. Вообще разобрать. Вентилятор у мамы стоит, представляете? Ну, было тепло. Вот, надо разобрать. Вентилятор точно. У нас до сих пор вентилятор. Октябрь месяц. За окном вот такой дождь идет. Все мокро. Ужас. Вот. Себя не показываю, потому что... Ну, не накрашено и все такое. Вот. А по поводу у нас капремонта дома. Он будет в 2019 году. Что мы решили? Мы решили, короче, что крышу менять не будут. Потому что нам 5 лет назад меняли, все хорошо. И сейчас начнут менять. В следующем году. Ну, протеки будут. У многих все протечет по стенке. И... Газовую трубу тоже менять не будут. Потому что нам меняли 10 лет назад. Ну, она в хорошем состоянии. Два раза в год приходит, проверяет газ. Вот. Покраска подъезда будет. По поводу замены окон. Они сказали, это типа не входит. По поводу замены в туалете стояков и разведения труб в ванной, туалете. Большой вопрос. Кому-то ничего не надо. Короче, еще у нас разыгрывается тендер. Кто у нас этот капитальный ремонт будет. Нам самое главное, чтобы в подъезде все покрасили. Возможно, окна поменяли. Входную дверь, если поменять, тоже хорошо. И отремонтируют балконы. Потому что у нас балконы внизу. Прям уже видны эти металлические штуки. Дому 60 лет. И даже не меняли. Ни разу не ремонтировали фасад и балконы. Представляете? Вот. Но когда будет возможность, я потом, может быть, покажу. Наш балкон. С первого этажа сверху приближу. Вот. У некоторых нормально, а у некоторых фасад прям видно сбоку. У кого-то вообще... Ну, вот здесь, да? Где балкон дырка была кому-то заделывали у соседей. Так что балкон у нас вот так. Ну, давайте на этом прощаться. Я думаю, я чем-то бывала вам полезно. Не такой занудный влог. Погода, видите, с вами никуда. Мы не можем сходить, не съездить. Обещают вообще снег. Мы ждем снег, но он, наверное, растает. Так что ждут вас комментариев, лайков. Конечно же, советов. Не судите строго. Я не такой прям супер-пупер влог делаю. Вот. Еще ворона прилетела с гулей. Так что всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.